Вы ребята мать его Играете на своем майоре просто Аххххх Как круто То вас закинет кчеликам Которые соответственно будут звания легенды В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров И для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику Подписаться на мой канал и нажать на колокольчик Также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом участвую И все, ты уже участник. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер. И сегодня у нас с вами будет достаточно интересный ролик. У нас, конечно, есть замечательный режим, в котором можно поиграть. Но, 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 ребята, короче, мне недавно писал один мой зритель. И, как говорится, поделился со мной весьма-таки интересной информацией. Как же, наконец-таки, закидывает в матчмейкинг игроков. Вот, потому что, ну, блин, проходят видосы, стримчики, где Рех отвечает на вопросы. И, как вы понимаете, ничего толкового, он там ничего не отвечает. Типа, а почему бы не сделать ПГС закидывание? Нет, мы сделали это по званиям, там, в итоге не ответил, когда, что система, когда закидывает по званиям, она работает тоже криво. Ну, короче, это, знаете, как говорится, спросишь у человека одно, а он тебе отвечает на совсем другие вопросы и так далее и тому подобное. Думаю, знаете вы, кто так делает, если не знаете, то в комментариях вам подскажут знающие люди. Вот, короче, просто, ребят, сейчас ставьте все лайки, если вы офигеете от данной информации. Техподдержка официальной техподдержки Танку Лайн ответила, как работает матчмейкинг и почему вас название майора-полковника закидывает к легендам. Вы готовы? Ставьте лайки, пишите комментарии, мы погнали. Смотрите, открываем сообщение Дмитрий Зотов, именно он мне написал эту всю тему и, короче, здесь он объясняет, соответственно, что его кидает к челикам, допустим, на Капраль, закинул к Уоррен, там, и так далее и тому подобное, что все, как говорится, у нас не так хорошо, как казалось бы. И вот здесь начинаются самые интересные, как говорится, сообщения. Сообщения от техподдержки Танков Онлайн. Три сообщения, читаем их вместе с вами. Здравствуйте, система матчмейкинга работает автоматически одинаково для всех. Разброс по званиям допустим. Это не говорит о том, что с вашим аккаунтом в данном случае есть какая-то проблема. Мы поняли ваш комментарий по поводу матчмейкинга, ваше мнение передано разработчикам игры. Ну, вроде как стандартный вопрос, ничего такого, да, читаем дальше. А, к сожалению, мы не комментируем такие моменты, вероятнее всего, вы весьма неплохо играете. У вас есть еще какие-то вопросы по игре? И тут, как говорится, у вас уже закладывается вопрос, в смысле, что вы весьма неплохо играете? Это, это, это как вообще? Это как? Вот, ну, там человек, как вы понимаете, объясняет, что его закидывает к званиям высших, и там ГСК больше, и как бы играть невозможно. Вот, и вот здесь вот, вот здесь, вот, вот это, ребята, сообщение про... Я с него так выпал, наконец-таки ответ нам дан. Саппорт Танкфлайн отвечает. А, здравствуйте. Система подбора битв учитывает не только звания игрока. Соперники также подбираются по силе и мастерству. К примеру, если в нескольких боях вы показали хороший результат, то в следующих вам попадется более серьезный противник. Вот так вот. Унижать, и вы просто и напросто ничто не сможете им сделать из-за того, что у них высокая прокачка. Поэтому, пони, ребят, если вы хотите играть со своими званиями, то просто не показывайте хороший результат в матчмейкинговой битвах. Ну, ну, ну что, ребят, непонятно. Если вы хотите играть со своими званками, но вы играете достаточно неплохо, то, блин, не судьба, а, видимо. Вам нужно играть с большими званиями. Короче, это полная жесть. Давайте вот я у нас зашел на полковника своего вайдера. Здесь у меня имеется достаточно неплохая агресска. Наверное, я сейчас сыграю пару битв. И, по идее, меня должно закинуть каким-нибудь прям большим званием. Генералом, там, маршалом, фельдмаршалом и так далее и тому подобное. Посмотрим, что из этого, ребята, у нас получится. Так, ребята, долго ждать не пришлось. Первая битва. Опа! Ой, а что это у нас? Легенда. Ой, а что это у нас? Командор. Ой, а что это у нас? Еще один командор. Блин, а тут еще один командор. Бригадир, генералы всякие. Ох, это так, ребята. Ох, а что это у нас? Ох, что это у нас? Ох, что это у нас? Что это у нас? Что это у нас? Что это такое? Я не понимаю, ребята, что это такое? Вот, короче. Если вы посмотрите на мою шкалу опыта, я у нас не играл вообще ни одну битву. И, соответственно, я у нас, ну, никак не проявлял себя. Чтобы меня закидывало к таким большим званиям. Почему сейчас эта вся тема работает именно так? Я же у нас не играл никаких битв. Или считаются битвы, которые я играл до этого. Которых, соответственно, я у нас нагибал неистово на своем аккаунте мега прокачанном. Потому что не для полковника, как вы понимаете. Фулл МК-8 вооружение, это, ну, я вам скажу, неплохо такие. Неплохо. Прямо очень хорошо. И, соответственно, как это так? Ну, я же, я уже у нас не играл. Опыт, потому что у нас не изменился. Как вы понимаете? Ну, я просто-напросто ничего не смог сделать. И получается, что... О, нифига себе, чувачок звания получил неплохо. Вот. И получается, как-то все-таки не так у нас работает система матчмейкинга. Вроде, как говорится, у нас, знаете, поддержка хорошо стелет. Прямо я бы даже сказал, замечательно. Но что-то вот не до конца замечательность. Это их выражается в том, что вот сейчас у нас происходит. Еще. Да, кстати, хочется затронуть такую тему. Мне тоже Дмитрий писал. Ну, я это уже не раз так же сам говорил в своих роликах по поводу матчмейкинга записанных. Что сейчас битвы, проходящие, длящиеся 7 минут, это очень мало. То есть, какой смысл у нас был раньше? Раньше мне было, допустим, было очень круто, что битвы у нас уменьшают и уменьшают. По одной простой причине. Потому что можно было очень быстро фармить звездочки. Потому что звезды можно было получать только с битв. Когда их, соответственно, сделали у нас только за ежедневные задания. Все получилось очень-очень печально, грустно. Вот, и битвы, соответственно, ну, потеряли смысл какой-то. Я у нас просто могу, соответственно, заходить. Просто, соответственно, играть у нас, выполнять заданки. И, ну, и выходить. Все, мне, как говорится, больше ничегошеньки абсолютно не нужно. И, получается, смысл матчмейкинговых битв, он утратил свою уникальность. Если раньше тебе было интересно как раз таки играть ради того, чтобы получить звезды, То сейчас тебе, ну, вот, интерес никакого нету. Поэтому, ну, как мне кажется, битвы стоит обратно возвращать 15-минутные. Потому что, ну, когда, соответственно, было 15 минут, было, ну, хотя бы даже не 15, окей. Пусть, чтобы не было таким большим стрессом для ребят, которые, соответственно, не любят долгие битвы играть. Хотя бы 10 минут вернуть в матчмейкинговые битвы было бы уже очень-очень неплохо. Согласитесь, типа, потому что 7 минут, ну, ты обычно кликаешься, там уже 6 минут остается. Ну, и что это? 6 минут зашел, поиграл. Вот, и еще, почему меня это бесит и раздражает, допустим, что такие катки сейчас долгие. Иногда бывает, ты закликиваешься в офигительно обалденную карту, но она короткая. Ты, то есть, ее долго ищешь, ты пытаешься здесь что-то такое интересное сделать. Как-то интересно, соответственно, в этой битве поиграть, получить от нее полностью все удовольствие. Но она заканчивается, и ты как бы, ну, я только разыгрался, только нормальных себе противников нашел. А здесь, как говорится, приходится у нас выходить, что получается очень-очень печально. Поэтому мне, допустим, хочется играть какие-нибудь длинные битвы со своими противниками, своего звания, своего баланса. Чтобы хотя бы у нас более-менее были ГС-ки одинаковые. Я сейчас, ребят, не ввожу в пример и не говорю ни в коем случае вот именно про этот аккаунт. Так, здесь у нас что? А здесь как-то странно. Ну, опять, смотрите, вторые воронты и генерал-майоры. Вот как этот второй воронт, допустим, вот даже вот этот второй воронт с ГС-кой 1110 играет так хорошо, что его закинуло генералом. Ну, как это? Как это работает? Я, кстати, здесь самый, ребят, прокачанный, самый имбовый. Вот поэтому, к примеру, этому аккаунту я у нас не привожу. Просто это у меня самый сейчас мелкий аккаунт, который имеется, чтобы, как говорится, дать вам более-менее понять, что матчмейкинг работает не так, как хотелось бы, соответственно, всем чувакам. Вот, он работает немножко по-другому. Вот. Смотри, какой крутой чувак с ником Вайдер. Да, 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 могу себе позволить такую крутую АГС-ку. А, что, не могу, могу. Вот, поэтому, как говорят, ну что-то нужно здесь делать, я не знаю. Было бы шикарным, просто офигительным решением для разработчиков это то, чтобы сделать, допустим, не такой сильно большой разброс по званиям. Окей, пусть матчмейкинг работает кратски через те же самые звания. В принципе, он показывает себя более-менее нормально, более-менее хорошо. Но такой огромный разброс мне, допустим, не нравится. Как-то все дело исправить, по-моему, увеличить бои, чтобы ребята у нас играли более-менее нормально, чтобы им хотелось проводить, соответственно, время, что вот они нашли битву, ту, в которую они хотят поиграть, и они в ней поиграют достаточно неплохо и, самое главное, долго, и самое главное, со своими званиями. А здесь, получается, быстрые битвы, перемешка лютейшая. Допустим, тот же самый новобранец может легко попасться у нас с легендами. Тот же самый сержантик, у которого всего лишь 3000 опыта, может попасться с легендами на, соответственно, ивенты. Это мы с вами прекрасно посмотрели, узрели, увидели. Это работает вот именно так, как я вам только что сказал. Поэтому нужно что-то менять. Я лучше, действительно, буду дольше ждать эту матчмейкинговую битву. Я готов даже ждать, я не знаю, каких-то там 3-4, да даже 5 минут я готов сидеть ждать, но чтобы катка у нас была долгая, чтобы я, соответственно, ее отыграл по полной программе, и чтобы, ну, все было четко, все было нормально, чтобы я получил свое наслаждение. Естественно, с введением вот этих вот долгих битв нужно переработать некоторые заданки, потому что заданки там, ну, вы знаете, какие есть, допустим. Сыграй 5 боев в каком-то там режиме. Если катки у нас будут долгие, нифига себе, какое задание это будет долгое, да? Либо там стоит приз увеличить, либо, соответственно, заданки немножко переработать. Сделать не 5 битв, а там, в общем, 1 или 2 битвы всего лишь. Было бы очень-очень актуально. Ладно, короче, ребята, будем заканчивать данный видеоролик. Я надеюсь, вы поняли мой посыл. Я вам показал вот эти вот прикольные сообщения от техподдержки. И вы, я надеюсь, тоже с них немножко поулыбались. Потому что, я не знаю, видимо, поддержка не знает, как у нас это все демо работает. Либо, действительно, они им объяснили, что эта вся штука работает вот именно так, как вам нужно отвечать. Что вот это все. Если вас, соответственно, кидает к большим званиям, то нужно просто хуже играть. И вас будет кидать не к таким большим званиям. А что вы, ребята, хорошо так играете? Правильно? Правильно. Вы тут, как говорят, сами уже виноваты. Наворотили здесь всего. Хорошо играют, а теперь, соответственно, страдают из-за того, что вам попадаются большие, огромные звания. Вы просто как раки играете. И все будет нормально, все будет четенько. Никаких, ребята, переживаний, соответственно, не будет в вашем случае. Все у него... О, нифига себе, мой брат. Только у него, наверное, ГСК будет чуть поменьше. Да, ГСК немножко чуть поменьше. Но да ладно, конец битвы. Поэтому, кому понравился данный видеоролик, ребята, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok